Они рождаются как-то сами. Куклы Елены Хайрулиной действительно как живые. На выставке в музее народной игрушки они занимают целый подоконник. В ярких курточках, забавных шапочках, радостные, грустные. Они словно дети во время игры. Одним весело, другие на что-то обиделись. Все разные. У каждой куклы свой характер, который проявляется уже на стадии подбора одежды. Игрушечных малышей Елена делает более пяти лет. Сначала мастерила кукла от случая к случаю. Вплотную занялась изготовлением миниатюр два года назад. У Елены нет художественного образования. Но врожденные таланты и усердие дали свои плоды. Мастерство она учится на мастер-классах у опытных рукодельниц. Тем, кто хочет проявить свои творческие способности, но по каким-то причинам откладывает, Елена советует просто начать это делать. Это не только в куклах. В любой работе, в любой деятельности это всегда сложно. И первый шаг сделать – это как преодолеть себя, как преодолеть барьер. Творчество немыслимо без вдохновения. Елена не ждет музу, а купит материал для своей работы, подмечает цветовые сочетания в природе, наблюдает за детьми и всегда делает запасы тканей, фурнитуры, аксессуаров. А потом уже приходит вдохновение и рождается очередной малыш. Она, как мама, дает им жизнь, одухотворяет лица игрушек, кропотливо подбирает одежду. А вот имена им дают счастливые обладатели ее творений. Ну, отдавать кукол кому-то, дарить, ну, кто-то приобретает, кто-то. Вот это самое приятное, мне кажется. Ну, мне. Мне это приятно, потому что, вы знаете, вот папа Карла говорил, это сделано на радость людям. День творчества и вдохновения, который отмечают 17 января – неофициальный праздник. Дата привлекает внимание людей к искусству, к пробуждению творческих способностей, креативу и стремлению сделать мир красивее и интереснее. День творчества и вдохновения – это праздник всех людей, кто творит, создает и придумывает.